Сегодня 21 апреля, и сегодняшняя цитата называется «Прощенный». Рабхупада сказал, что бы вы ни сделали, кого бы вы ни обидели, если вы падаете и просите прощения, вы будете прощены. Мы вчера упоминали об этом, и это не говорится в контексте того, что нужно проще относиться к своим падениям, трудностям и к тому, что вы кого-то обидели, и что это не проблема, потому что можно просто извиниться, и тогда все будет забыто, и вы сможете продолжать. Тут говорится о том, что Кришна простит нас, если мы совершили ошибку случайно. В контексте этой беседы Рабхупада об этом говорит. Да, я прощу вас один раз, второй, третий, но если вы будете продолжать, продолжать и продолжать, то Гуру и Кришна не станут вас прощать. Не нужно пользоваться этим. При этом, если падение не преднамеренное, а случайное, мы не должны чувствовать себя обескураженными, подавленными, несчастными. Нам нужно просто извлечь из этого урок, спросить себя, «Как я оказался в этой ситуации? Какие шаги привели к ней, чтобы предотвратить это в будущем?» Я должен отряхнуться и встать на ноги с еще большим энтузиазмом, зная, что Кришна так добр, что прощает меня. И в ответ на это прощение, мне нужно приложить все усилия, чтобы никогда больше не повторять этой ошибки. Очень важно понять. Если вы хотите предотвратить совершение одной и той же ошибки вновь и вновь, вам нужно изменить обстоятельства, в которые вы себя помещаете, и которые заставляют вас совершать эту ошибку. Если вы смотрите на то, что вы сделали, и хотите в будущем не допустить этого, вернитесь назад и посмотрите на причины, окружение или ситуацию, которая привела к этой ошибке. И затем устраните эти причины. Это пусковое устройство. И вместо них установите пусковое устройство, которое будет побуждать вас делать то, что вы хотите делать. Если вы хотите сесть на диету, нужно избавиться от всей еды в доме, которую вам не следует есть. Ведь это пусковой механизм. И если у вас какая-то проблема, то каков пусковой механизм? Это происходит, когда я один, или когда у меня слишком много времени, или когда я плохо повторяю свои круги. Рассмотрите эти пусковые механизмы, устраните их. И так вы устраните причину проблемы. Это наилучший способ раскаяться в каких-то своих плохих поступках. И в этом случае вы достойны прощения, потому что воспринимаете это прощение в позитивном ключе. Вы используете его, чтобы исправиться и продвигаетесь в сознании Кришны. И несомненно, Кришна доволен и готов простить вас, потому что мы падшие и совершаем ошибки. Но Кришна хочет увидеть, как мы становимся сознающими Кришну. Конечно же, Он нас простит. Только не нужно пользоваться этим и думать, что вы можете вновь и вновь продолжать совершать те же ошибки. И Кришна всегда будет прощать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok